МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, соответственно, расширилась степень наших полномочий и, соответственно, расширились и те статьи, количество статей Уголовного кодекса, которые мы можем расследовать. То есть можно сказать о том, что работать стало проще и легче? Работать стало не проще и легче, работать мы стали более обособленно. Ну вот и с прошлого года Следственный комитет получил ряд дополнительных обязательств. Какого рода преступления теперь под вашей юрисдикцией? Действительно, законодателям к нашей подследственности был отнесен ряд статей Уголовного кодекса, ранее не относящихся к последственности следователей прокуратуры, а затем Следственного комитета, такие преступления, как налоговые, ряд экономических и тяжкие, особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в отношении них. Ну, хотелось бы подробнее поговорить об этих преступлениях. Давайте обратимся к цифрам. Вот какова статистика преступности среди подростков и какого рода это преступление? Ну, из того, что находится у нас, это материалы проверок и уголовные дела, к нашей радости это не так много. То есть за прошлый год мы окончили производством порядка пяти уголовных дел в отношении несовершеннолетних и несколько было у нас материалов проверок, которыми мы тоже занимались. А можно поподробнее все-таки какие-то преступления? Если говорить о составах преступлений, то это кражи, грабежи, угоны и реализация, точнее приобретение наркотических средств, спайсов. Если говорить о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, то это, к сожалению, половые преступления, которые тоже случаются. Ну да, действительно, по статистике, с начала прошлого года в ноябрьске было выявлено несколько преступлений и несколько молодых людей были осуждены за совращение несовершеннолетних. Сейчас они отбывают наказание за содеянное. Вот как вы считаете, все-таки закон достаточно строго наказывает таких преступников? На мой взгляд, нет. Можно было бы и ужесточить наказание и ответственность за подобного рода преступления. Ну и хотелось бы в общем тогда обратиться к цифрам. Вот показатели преступности прошлого года в целом, каковы они? Если брать количество возбужденных дел, то возбудили мы значительно больше. Но это можно отнести и к тому, что количество составов преступлений у нас стало больше. А если говорить о конкретно каких-то отдельных категориях преступлений, то на несколько было больше убийств, на несколько меньше, точнее, изнасилований. Ну и вот количество уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, также, соответственно, выросло. Среди перечисленных преступлений есть нераскрытые? Есть, но к нашей радости их количество не настолько велико, что можно было бы эту цифру воспринимать как какой-то серьезный недостаток в нашей работе. На ваш взгляд, чаще всего что становится причиной преступлений? Ну вот, к примеру, возьмем убийство. Если брать убийство, то, исходя из опыта, причиной совершения преступления, это, как правило, в 99 случаях из 100, это нахождение одного либо обоих людей, обвиняемого и потерпевшего, соответственно, в состоянии алкогольного опьянения. И последующая ссора, в ходе которой один из оппонентов берет в руки нож, чтобы решить вопрос таким образом. То есть, все-таки пьянство в основном причине? Ну вот, еще интересный момент. Коррупция у нас сегодня одна из самых злободневных тем. Вот как построена работа по борьбе с ней в ноябрьске и в чем трудности? Ну, немалая часть нашей деятельности посвящена и борьбе с коррупцией. Это является приоритетным направлением деятельности Следственного комитета, борьба с коррупцией. И если говорить, опять же, вернуться к количеству возбужденных дел за 2012 год, то и процент коррупционных дел у них немал. Это и взятки, совершенные врачами Центральной городской больницы, и факты взять точничество на посту Карамовский, когда либо водители пытаются вручить сотрудникам ГИБДД денежные средства за проезд негабаритного груза, задерживаются сотрудниками АБЭП. И также, вот как последний случай был, когда сотрудники весового контроля и сотрудники ГИБДД брали деньги за проезд того же негабаритного транспорта через пост. Но все-таки трудности есть какие-то? Несомненно. Если говорить об основных, то, как правило, люди, с которыми нам приходится работать, обвиняемые они, это достаточно. Люди образованные, грамотные, не ограничены, так скажем, в средствах, нанимают одного-двух, нескольких адвокатов, другими всяческими способами пытаются препятствовать следствию, чтобы запутать следователя и направить его по ложному пути. В связи с этим возникают определенные сложности. А вот граждане у нас насколько сознательны в плане коррупции? То есть как часто вообще поступают какие-то сообщения? К нам в течение прошлого года от граждан не поступило ни одного сообщения о коррупционных каких-то проявлениях, либо преступлениях, совершенных в отношении них. Весь объем информации поступает в основном из отдела Министерства внутренних и отдел по городу НЭПС, сотрудники которого целенаправленно занимаются выявлением подобного рода преступлений. А если говорить о суммах, вот самый крупный размер взятки зарегистрированной? Самый крупный размер взятки зарегистрирован у нас, это было позавчера, буквально 200 тысяч рублей, если брать единовременно. Но опять-таки в настоящее время нами еще не окончены следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников поста весового контроля и милиционеров ГИБДД, которые брали взятки на посту Карамский. Поэтому говорить об окончательной сумме денег, которые они получили, еще рано. Но можно уже говорить, что очень значительно, и скорее всего будет исчисляться сотнями тысяч рублей. То есть, соответственно, о наказании и каком-то говорить тоже пока еще рано? Естественно, до конца следствия и судебного рассмотрения уголовного дела о наказании говорить невозможно. Ну, если говорить, в принципе, о законодательной системе, вот насколько она совершенна в области наказания чиновников, которые берут взятки? Ну, говорить о совершенности системы тоже нельзя, поскольку и количество чиновников, привлекаемые к уголовной ответственности в целом по стране за совершение подобного рода преступления невелико, поэтому и общей практики-то еще не сложилось. Но, насколько мне известно, и количество чиновников невелико, и, соответственно, объем наказания, который они получают, тоже незначительный. Ну, ваше мнение, что необходимо для того, чтобы искоренить эту проблему в целом? Ну, и опять-таки, если говорить о моем личном мнении, то, наверное, это усиление и ужесточение наказания, усиление контроля как за расходами, так и за доходами, получаемыми не только чиновникам, но и членами его семей. Может быть, даже можно было бы круг членов семьи расширить. А если говорить в целом, какие преступления сложнее всего раскрывать? Ну, тут не определить, поскольку склад ума, мышления у людей, у следователей разный, поэтому одному легче даются преступления экономической направленности, у него более математический склад ума. Кому-то, как говорится, проще разговаривать, кто обладает большей выдержкой, разговаривать с убийцами-насильниками и все это, как говорится, анализировать. Кому-то еще что-то. А из вашей практики какое дело особенно запомнилось и почему? Следователем, я работал в течение 10 лет и вот закончил за это тоже, окончил производством несколько сотен уголовных дел, из которых самым запоминающимся было убийство, совершенное таксистом из поселка Пангоды на территории Ноябрьского района, когда он убил маму, мать, женщину и сына ее, жителей города Коркино, Челябинской области. А почему оно запомнилось? Запомнилось, поскольку нечасто на территории нашего города совершаются двойные убийства. Территория, на которой мы проводили следственные действия, занимала практически пол России. Это село Пангоды, Ноябрьский, город Коркино, Челябинской области. Проведена была масса следственных действий, огромное количество экспертиз. Мне в результате это позволило собрать значительную доказательную базу, чтобы предъявить уже виновному Козылову Николаеву окончательное обвинение и направить уголовное дело в суд. Ну и подводя итоги нашей беседы, давайте поговорим о ваших планах и перспективах на 2013 год. Естественно, в планах попытаться максимально улучшить показатели служебной деятельности, улучшить качество расследования уголовных дел, материалов доследственных проверок. Ну и в том числе по приоритетным направлениям деятельности. Это налоговые преступления, экономические, коррупционные, совершенные в отношении несовершеннолетних. В принципе, и все. Игорь Вячеславович, спасибо, что выбрали время сегодня и ответили на наши вопросы. А я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был заместитель и руководитель следственного отдела города Ноябрьска Игорь Агеев. Еще раз спасибо большое. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok